и волга небольшая яркая птица единственный представитель семейства и волговых распространенный в умеренном климате северного полушария ареал распространения и волги охватывает территории европы и азии юго-западную сибирь северо-западную африку самки и самцы заметно отличаются друг от друга оперение самца золотисто-желтые с черными крыльями и черным хвостом по краю хвоста а также на крыльях видны небольшие желтые пятна от клюва до глаза идет черная полоса и большую часть жизни проводят высоко в кроне деревьев это птицу зачастую трудно увидеть земли несмотря на ее яркое оперение предпочитает светлые высокоствольные леса преимущественно лиственные березовые ивовые или тополиные рощи основу рациона составляют животные корма сезон размножения питается в основном древесными насекомыми гусеницами в том числе и волосатыми употребляет в пищу бабочек стрекоз уховерток комаров долгоножек клопов щелкунов листоедов в период созревания плодов и в местах миграции частично переключается на плоды черешню виноград смородину черемуху инжир грушу шелковицу и тому подобное кормятся в основном ранним утром в меньшей степени во второй половине дня как и другие представители семейства обыкновенная и волга моногамна к местам гнездове прибывает поздно когда на деревьях уже появляется первая зелень в средней полосе россии во второй половине мая первыми прибывают самцы самки чуть позже размножение происходит раз в год в брачный период самец ведет себя демонстративно прыгает с ветки на ветку летает вокруг самки преследует ее совершает воздухе нырки активно щебечет и свистит распускает хвост и хлопает крыльями гнездо представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями обычно сплетенную из полоса клуба сухих стеблей и трав изнутри выкладывается листьями пухом или даже обрывками мягкого мусора как правило гнездо расположено высоко над землей в развилке тонких горизонтальных веток далеко от ствола оно хорошо крепится чтобы сильный ветер не мог его разрушить и маскируется в листве кусочками мха и стебельками трав вкладки от трех до пяти яиц белого с розовым или кремовым оттенком тона и редкими красновато-бурыми крапинами насиживание длится 13-15 дней сидит преимущественно самка самец кормит самку и изредка заменяет ее на непродолжительное время появившихся на свет птенцов оба родители кормят сначала гусеницами а позднее ягодами наблюдения показали что количество подлетов родителей с добычей к гнезду составляла 9-15 раз в течение часа что в итоге приводило до 211 и кормлений в сутки птенцы начинают летать через 15-17 дней на юге россии первые слетки появляются уже во второй половине июня а к середине июля и на всей территории их ареала рассеивание происходит в начале августа а уже в конце месяца перелетные птицы